Построили, открыли, отремонтировали. В конце года принято подводить итоги и мы припасли для вас несколько отличных историй. Несмотря на то, что сам округ маленький, перемены в нем очень большие. Один сквер в честь 80-летия образования Краснодарского края чего стоит. А еще были другие новые зеленые зоны, учебные заведения и километры отремонтированных дорог. В эфире «Городские истории». Я Дмитрий Пономарев. Здравствуйте. Спорт в шаговой доступности и в комфортных условиях. На улице 70-летие октября началось строительство муниципального спорткомплекса. Ежедневно он сможет принимать более 300 детей. Когда начнутся бесплатные тренировки и почему станет легче добираться на юбилейный, расскажем в нашем сюжете. Новый спорткомплекс возводят во дворе, где раньше была открытая площадка для игры в мини-футбол и баскетбол. Но играть приходилось на асфальте и понятно, почему поле не пользовалось большой популярностью, а к моменту начала строительства и вовсе устарело. Сейчас рабочие установили ограждение и расчищают участок. Планируется, что новый круглогодичный спорткомплекс заработает в июле следующего года. По 12 часов, 7 дней в неделю в нем будут доступны залы для единоборств, игры в баскетбол, гандбол, волейбол, а также тренажерный зал. Заниматься бесплатно смогут и дети, и взрослые. А еще здесь организуют тренировки по мини-футболу. И на прилегающей к зданию территории обустроят беговые дорожки и установят оборудование для воркаута. Местные жители поначалу волновались, что спорткомплекс возводят на месте открытой площадки и молодежи негде будет по вечерам бросать мяч. Но и этот вопрос решился. В соседнем дворе уже зарезервировали участок под новую на свежем воздухе. Замечательно, наверное, потому что дети на улице у нас. Тоже за это, потому что зимой, конечно, в детдвере холодно, а это когда-нибудь под крышей. Ну, это здорово, если это бесплатно будет. Легче станет и добираться в сам юбилейный микрорайон. В западном округе ремонтируют улицу Скорняжную по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Причем планировали работы на следующий год, но начать удалось уже в этом. Скорняжная стала пятой улицей в Краснодаре, которую обновляют с опережением сроков. Несмотря на то, что длина ее лишь немногим больше километра, это важная дорожная артерия Краснодара. Движение постоянно, то есть 24 часа в сутки нагруженность хорошая, да, что касается общественного транспорта и частных автовладельцев, поэтому ремонт дороги очень важен. Состояние было уже разбитое было, и полопалось, и повыплывало. Ну, нужно, пользуемся каждый день, это же на юбилейный идет почти центральная артерия. Хабы были, ямы там, ямки, а сейчас красота. Делают все поэтапно, участками по два квартала. Помимо асфальта на улице уложат новый тротуар, сделают съезды во дворы, установят дорожные знаки и бордюры, посадят деревья и кустарники. На время ремонта движение транспорта не перекрывают, а работы идут круглые сутки, и так, чтобы не нарушать движение на путепроводе. Всего в Западном округе в этом году отремонтировали 8 участков дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а еще два в рамках программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения». Кроме того, сделан ремонт асфальтобетонного покрытия внутри квартальных и внутри дворовых проездов общим объемом 3800 квадратных метров по 22 адресам. Заасфальтировано почти 2000 квадратных метров тротуаров. Наша программа выходит на финише года, а в это время принято подводить итоги и строить планы на будущее. Чем жил Западный округ в 2019 году? Об этом узнаем у нашего гостя. Это глава администрации Западного внутригородского округа города Краснодара Александр Кучмин. Здравствуйте, Александр Иванович. Добрый день. За несколько минут в эфире, конечно же, очень сложно выделить все прекрасное и интересное, что происходило в 2019 году, но наверняка можно выделить главное. Вот чему вы радуетесь, чем гордитесь? Мы гордимся тем, что округ продолжил свое развитие. В первую очередь, это, конечно же, я рад, и жители, в первую очередь, рады тому, что в Западном округе появились новые социальные объекты. В начале года подарок – это аллея 80-летия образования Краснодарского края. Это ко дню города Бульвар Офицерский, зеленые прогулочные зоны. Это новая пристройка к школе номер 23. Но пристройка ее тяжело назвать, это целая школа со своей столовой, новым актовым залом. В декабрь месяц вроде подводятся итоги, однако и итоги подводятся, но и дан старт уже новым, то есть жизнь не останавливается в декабре месяце. И в декабре месяце мэр дал старт строительству нового ФОКа, физкультурно-оздоровительного комплекса на юбилейном. А также на юбилейном еще одной пристройке к 87-й школе. Это все социальные объекты, это самое важное, то, о чем мы гордимся, о чем можно и нужно, и я буду об этом всегда говорить. Это то, что делается для людей. Александр Иванович, я хочу задать вопрос об одном очень важном объекте для западного округа, конкретно для юбилейного микрорайона. Это тот объект, который очень часто посещал и глава нашего города, конкретно это бассейн, который, насколько я знаю, сейчас уже фактически в стопроцентной стадии готовности. Вот чуть более подробно о том, что это будет за объект, для кого, примерно когда планируется уже полноценный запуск, давайте об этом поговорим. Как и было обещано, строительные работы будут окончены в этом году, то есть буквально на этой неделе именно строительные работы, объект будет завершен. Но в начале года будут пусконаладочные работы, и в ближайшее время, я думаю, он примет своих посетителей. Один из очень важных объектов, который тоже располагается на юбилейном микрорайоне, это аллея, о которой вы в том числе упомянули в нашем с вами диалоге. Но, насколько я знаю, есть еще, пока на стадии проектирования, несколько интересных, скажем так, проектов, которые, наверняка, я уверен, и очень на это надеюсь, будут располагаться в западном округе, в юбилейном микрорайоне. Что это за проекты? Ну, проект, если касаемо аллеи, это одна сторона юбилейного, да, эта аллея будет продолжена, мы с вами знаем, там есть еще недоустроенность, левая сторона, но, однако, со следующего года начнут, почему она не была сделана, потому что не было берегового укрепления, и в следующем году уже проект есть, и будет начато береговое укрепление. После этого уже был продемонстрирован предпроектный эскиз, что будет там располагаться. Это с одной стороны юбилейного, с другой стороны части юбилейного есть такой школьный бульвар, по которому идут дети к трем школам. И уже в следующем году было рейтинговое голосование, подошла очередь для бульвара школьного, в следующем году это будет реализовано, деньги на это уже выделены. Давайте поговорим о предстоящем празднике, это, мне кажется, главная тема вообще всех эфиров на всех телеканалах. Новый год – это всегда особенная атмосфера. Как ее создать и что для праздничного настроения, в первую очередь, жителей делается в Западном округе? Ну, в Западном округе, в целом городе Краснодаре, во всей стране, да, ну и мы, люди с вами, ходим по улицам, и что приятно глазу, и чтобы везде было праздничное настроение, у тебя самого поднялось, конечно, ты смотришь по сторонам, и мы проводим эту работу с предприятиями, учреждениями, особенно там предприятиями торговли, они украшают свои заведения, елочки, там, игрушки, гирлянды и так далее. Ведь, конечно, хотелось бы и снега, но мы жители южного региона, и будет все украшено. Кроме этого, конечно же, елки. Елочные базары в Западном округе – 21 место, где будет продаваться главный символ Нового года – елки, где можно будет приобрести хвойные изделия и поставить. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о безопасности. Службы, те, которые отвечают за безопасность, полиция, пожарные и другие доложили о готовности к проведению этих мероприятий. Ну а кто самый главный зритель Нового года? Конечно, дети. И уже сегодня проводятся праздничные мероприятия в школах, детских садах, в управлении во всех домах культуры и филармоний, больших наших филармоний, в дронтеатрах, во всех театрах. Представления, где детям вручаются подарки. Я думаю, смех, улыбки детей – это самое главное, что мы можем видеть и ценить. Это очень хороший подарок для нас, взрослых. Ну и напоследок, что бы вы, как глава округа, могли бы пожелать его жителям, ну и мне в том числе, поскольку я тоже житель Западного округа? Ну, пожелания только лишь позитивные, чтобы все старое осталось, все плохое стало в старом году, все новое, хорошее, доброе пришло в новом году. Процветание всем семьям, всем людям, проживающим в нашей стране, в округе, в городе Краснодаре. Мирного неба над головой. Ну и процветание нашему городу. А мы вместе с жителями и будем делать его краше и лучше. Спасибо большое, что были сегодня в нашей студии. Я желаю вам также в новом году процветания и всех тех позитивных изменений, которые уже происходят, чтобы они в геометрической прогрессии только увеличивались. Спасибо. Успехов вам. Спасибо. Есть люди, про которых говорят, у них в руках все горит, в лучшем смысле этого слова. Это когда и любая работа спорится, и соратники, как на подбор, инициативные, творческие, неугомонные. Именно про таких мы вам сейчас и расскажем. Всего полтора года назад Вера Чеченева взялась руководить ТОСом у себя на горогородах. И уже стала лучшей в городе и второй в крае. Головокружительный успех. Табличка «Лучший орган ТОС» гордо красуется на доме Веры Чеченевой. Она всего полтора года руководит органом территориального самоуправления, но уже успела зарекомендовать себя настоящим лидером. За этот короткий период она смогла собрать вокруг себя такую же команду, как и она, активных, неравнодушных людей, которые, в свою очередь, не только придумывают все праздники, мероприятия, но и также ищут спонсоров. Вот, к примеру, на День защиты детей, который состоялся здесь на детской площадке в этом году, спонсорами выступили индивидуальные предприниматели торговых точек, которые находятся на территории этого же ТОСа. Здесь и жилье, и офис, и дискуссионный клуб. Сейчас общественники обсуждают, как будут поздравлять ветеранов с Новым годом. Недавно устроили подворовый обход, выяснили, какая ветеранам требуется помощь, кому забор покрасить, кому по дому помочь. Все эти сведения передали в администрацию Западного округа. И по социальному проекту «Добрые дела» всё нужное будет выполнено. А недавно на территории ТОСа общественники провели викторину на знание истории Великой Отечественной войны. Конечно, в преддверии грядущего 75-летия Великой Победы. Сами составили вопросы, разработали систему баллов. На подготовку ответов дали месяц. По итогам этой викторины у нас образовалось 8 основных победителей. Из них самые юные – Настенька Михалевич, 9 лет, и Лизонька Агапова, ей 10 лет. Самый старший – это участник Великой Отечественной войны, татарников Евгений Андреевич. Ему 92 года. Абсолютным победителем стал 12-летний Олег Булгаков. Правда, ему помогал дядя. Но в результате ответы на вопросы викторины составили целую общую тетрадь. Для меня самым интересным вопросом был про Рихарда Зорги. У него очень была длинная жизнь, очень интересная и насыщенная. Одна из самых значимых задач, поставленных себе общественниками, которая окончательно перевесила мнение жюри конкурса ТОСов в пользу 71-го органа самоуправления, стал социальный проект «Чистый берег». Район ТОСа расположен на гор-огородах, прямо на берегу Кубани. И глядя на то, в каком он состоянии, сложно поверить, что еще 10 лет назад местные жители приходили сюда купаться и загорать. Дамба заросла, и до самой воды сплошные джунгли, в которых едва проглядывают остатки старых ступеней. У нас стала поросль вырастать, и здесь у нас портится от этого бетон. Когда поросль каким-то образом устаревает, перегнивает, и остаются пустоты, в них входит вода, это же разрушает дамбу. Поэтому мы, жители здесь, беспокоимся об этом. Жители по мере возможности пытаются наводить тут порядок. Между собой они называют это место сквером береговым, потому что других зеленых зон в округе нет. И на отдельных расчищенных участках любят гулять пожилые люди и мамы с колясками. Общественники регулярно устраивают субботники, иногда с выдумкой. Так весной, чтобы привлечь больше людей к полезным трудам, придумали идею нескучного субботника. С баяном, домашней выпечкой и чаем из самовара. И около полусотни соседей сумели убрать мусор и лишнюю растительность на значительной части улицы Береговой, рядом с детской площадкой. Сейчас общественники надеются, что их мечта исполнится. И следующей зеленой зоной, которую благоустроят в западном округе, станет именно эта старая дамба. А они уж чем смогут, тем помогут. И рабочими руками, и чаем с пирогами. Полвека на сцене. Творческий полувековой юбилей отметил Владимир Гордиенко, руководитель творческого коллектива, в котором выступают артисты от 30 до 70 лет. 20 разных национальностей. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иванович, ну, насколько я знаю, у вас в программе и бальные танцы, и эстрадные танцы народов мира. Вот почему вот именно такая программа, и как она рождается? Потому что бальный танец, это и синтез исторического танца, европейского, латиноамериканского, современной пластики, и танцев на национальной основе. Постойку бальный танец, это танец в круглой комнате, и все, что исполняется в круглой комнате, есть бальный танец. Естественно, танцевать чисто английский, латиноамериканский танцы, может быть, это и хорошо. Но более разнообразно, когда мы танцуем танцы, в том числе разных национальностей. Постойку у меня представители разных национальностей в коллективе и разновозрастные. Я считаю, что коллектив складывается тогда, когда в коллективе все солисты. Из солистов проще сделать ансамбль, чем с ансамбля солистов. Вам лично какой из танцев наиболее близок? Мне сложно выбрать, я люблю все танцы, иначе бы ансамбль не получилось. Я знаю, что поначалу в вашем коллективе было до половины людей с ограниченными возможностями здоровья. Как вы производили отбор и как он сейчас у вас производится? Первоначально я никогда не проводил по этому принципу отбор. У меня занимаются все желающие. Да, у нас коллектив и сегодня называется социальным, поскольку половина группы. Если считать, что пенсионеры – это уже социальная категория, относятся к категории инвалидов, тогда мы уже только по этой категории все инвалиды. Ну, есть люди с определенными группами инвалидности. Но мы их стараемся не замечать, и на сцене зритель никогда не видит, что это танцуют люди с ограниченными возможностями. В юности вы занимались мотокроссом. Это такой очень сложный, солидный, настоящий мужской вид спорта, да? А потом вдруг поменяли, что называется, свои желания, свои какие-то вот жизненные истории. Почему это произошло? На больших республиканских соревнованиях я тяжело разбился, и врачи сказали, что единственное, что тебя спасет – это каждодневное занятие хореографией. Вот в той поры с 23 лет я практически каждый день танцую, закончил хореографическое отделение Института культуры, и по сей день танцую. Я знаю, что помимо танцев, помимо преподавания, у вас еще огромное количество всевозможных интересов. Один из них я хотел бы особенно выделить. Я знаю, что вы составили первый словарь кубанской «Балачки». Это очень здорово, очень интересно. Почему решили это сделать? И кроме этого я дополню сейчас свой вопрос. Что вы в своей жизни считаете по-настоящему самым важным? Самым важным – жить, радоваться жизни и творить, быть востребованным в этой жизни. Больше ничего. Ну, по поводу словаря. По поводу словаря здесь немножко в другом ракурсе посмотреть. Работая в Краевом научно-методистовом центре культуры, в отделе досуговой деятельности, мы проводили краевой смотр-конкурс работ на лучший фантастический проект, назовем так. И один из вариантов... Нам предложил Абинский район, Передыжная гиткультбригада. И они предложили такой раздел, как казачьи подворья. Где впервые Валентина Плотникова, руководитель агиткультбригады Абинского района, потом она работала в нашем научно-методистском центре. Вот тогда она и показала этот сценарный ход кубанской балачки, где свекруха говорила на кубанском диалекте, а невестка говорила по-русски. Ну и встречали радушием, хлебом, солью всех гостей, кого они с края к себе приглашали. Потом специалисты районов увидели это хорошее начинание, и она распространилась по всему краю. Мои бабушка и дедушка, поскольку они тоже родились и жили на Кубани, они очень часто использовали кубанскую балачку. Я вспоминаю в моем детстве, очень часто там звучали фразы типа «Тани Хайвано Буде», это как бы чисто наше кубанское. Вы вот в реальной жизни, например, со своими воспитанниками, можно так их назвать, используете ли вот эти вот кубанские выражения? Конечно, когда мы танцуем танцы на народной основе, иногда я или читаю, произношу речитативом небольшие частушки, или пою их, ну, к примеру, «Ой, пока девка хочет молока, зараз зробимо корову и надуем молока». А вторая может быть типа такого «Каши хочу, каши хочу, боя сала ще не ех, боя сала ще не ех, ще и горилочки не пив». От заботы станет всем теплей. Так можно перефразировать известную детскую песенку. Благодаря чему теплей стала дому у ветерана Великой Отечественной войны Юрия Кожина. Узнаете из нашего следующего сюжета. Ещё лет 10 назад в этом доме на улице Дальней 1 чуть не в каждой квартире жили ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и труженики тыла. Сейчас на всю пятиэтажку остался один последний фронтовик. Сегодня его пришли поздравить с наступающим Новым годом общественники округа. Юрий Кожин ушёл на фронт с 17-летним мальчишкой. Служил в 19-м танковом и в прославленном 4-м казачьим кубанском корпусах. Кавалерия считалась элитой. Особенно ценилась война, вот эти конные части, когда распутятся, нет дорог, лошади вытянут. Это тогда она выполняла, собственно говоря, роль мотопехоты. Юрий Алексеевич освобождал юг Украины и Крым. Был ранен, награждён орденом, войну закончил сержантом в Будапеште. Потом много лет бурил скважины и добывал газ, а на пенсии начал писать. О том, что увидел и прочувствовал в своей насыщенной событиями и тяжёлым трудом жизни. Прежде всего о войне. Для этого освоил компьютер и интернет. У меня не было желания высветиться, как смелый, или как там героически мы воевали, нет. Я писал так, как я видел, так со всеми трудностями. Мы попали, значит, под бомбёжку. Сильную бомбёжку меня засыпало землёй, лошадь мою, значит, там, искалечила. Из некоторых окопов так вот людей поднимали, уже там они, как будто бы у них нет костей. Но даже у самых крепких людей запас прочности не бесконечный. Ветеран живёт вдвоём с дочерью. И здоровья, и сил на многое уже не хватает. А в квартире давно требовалось сделать ремонт. Говорит, из окон немилосердно дуло. Помогли в администрации западного округа. Ремонт жилья ветеранов – одна из уникальных программ, которая реализуется в Краснодаре. Написала заявление. К нам пришёл представитель администрации. Посмотрел то, что нужно сделать. Даже мы думали по краску, они там нам заменили окна и двери. Белоснежные потолки, пластиковые окна, новые двери и ламинат. Юрий Кожин говорит, что нарадоваться никак не может. И в квартире стало не только светлее, но и гораздо уютнее. И, наверное, не только потому, что из окон больше не сквозит. А потому, что от заботы и внимания людям всегда становится теплее. И на этом у меня сегодня всё. Следующий округ, истории которого мы вам расскажем, центральный. Но это будет уже в следующем году. Счастья вам в нём и радости. А ворох интересных историй мы вам обещаем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин